Здравствуйте! Это вторая дебата кандидатов-депутатов в 14-й избирательный округ Магаданской городской думы. С нами сегодня от партии ЛДПР Юрий Гусев. Здравствуйте! Добрый день! И самовыдвиженец Николай Вист. Здравствуйте! Я предлагаю сразу приступить к обсуждению. Сейчас одним из важных вопросов в поселке Снежный, в Патаре, СОПО, в том числе, стоит кадровый вопрос. То есть там не хватает квалифицированных специалистов. Вот если бы вас выбирают депутаты от 14-й избирательного округа, что вы предпринимаете этому вопросу? Да, во-первых, скажу вступительное слово. Меня зовут Николай Истин. Я кандидат в депутаты по 14-му одномандатному округу, выдвинутый в порядке в самовыдвижении, выдвинутый жителем поселка Сокол, Уптара и Снежной долины. Я возглавляю предприятие по производству безалкогольных напитков, также занимаюсь общественной деятельностью, возглавляю общественную организацию «Магаданское отделение общероссийского физкультурно-спортивного общества «Спартак». Я занимаюсь пропагандой здорового образа жизни и массово-любительского спорта. Но очень хорошая тема затронута, касаясь привлечения кадров на территорию Колымы. И вот как раз, когда ты не представляешь, не находишься в законодательном собрании, ты всю эту информацию, которая помогает тебе работать на развитие области, то есть по чуть-чуть информация появляется. И вот один из ярких примеров, когда мы провели успешную работу по привлечению людей на Колыму, используя просто возможности, которые предоставляет наш регион. Ну, была история с СВГУ, когда они 4 года подряд не добирали бюджетные места, хромало еще привлечение студентов, абитуриентов на платные места. И в этом году со своими коллегами мы провели такую хорошую рекламную кампанию в 15 регионах с самыми низкими доходами на территории Российской Федерации. И рекламировали вуз, наш Колымский вуз. Потому что принципиально отличаются условия студентов обычных вузов и наших вузов. То есть это повышенная стипендия. Это проживание в общежитии за небольшую сумму, то есть это у всех есть. Ну, и также там ряд специальностей на бюджетные места. И, как ни странно, в этом году этот эксперимент удался успешно. Все бюджетные места были закрыты. И даже там перевыполнен план по привлечению студентов на платной основе. Заинтересовывали студентов, абитуриентов, да, то есть то, что на Колыме зарплата намного выше, да, условия труда, защищение, ну и так далее. И мы увидели только малую часть того, что возможно реализовать на Колыме. Ну, просто мы это не используем. Мы не используем современные технологии для того, чтобы привлекать людей, да. Ну, и вот почему там с ВГУ, да, то есть это одна-то по сторонам медали. Чем отличается Сокол, Уптар, да, Снежная долина от... В чем особенности этих районов? Потому что там дешевая-дешевая недвижимость. То есть я был удивлен, когда я проводил поквартирный обход, то, что вообще норма там людей на количество квартир намного выше. Ну, обычно там на 10 тысяч человек идет 6 тысяч квартир, примерно там на тысячу квартир 600 человек. То есть там это завышено, там 800-900 человек идет на тысячу квартир. То есть меня эта статистика удивила. И очень много людей продают квартиры, причем продают там на 400 тысяч рублей. Соответственно, ничто не мешает в соцпакет включить еще и квартиру, да. То есть можно просто их выкупать и привлекать сотрудников с других регионов. Ну, я тоже частный случай расскажу у нас на производстве, да. Мы готовы привлекать, ну, технологов, специалистов, да, за высокую зарплату, чтобы они обеспечивали нам, там, расширяли ассортимент продукции и так далее. И вот можно в соцпакет внести и проживание, ну, на Соколе, да, ну, это по крайней мере. Ну, в рамках предприятия это недорогая инвестиция, купить сотруднику квартиру на Соколе в 400 тысяч рублей, там, 400-500-600, да, чтобы он приехал сюда и помогал развивать там пищевую отрасль. Ну, и такая вот история может развиваться где угодно. Ну, я повторюсь, только когда ты находишься в ЗАГС собрания, ты понимаешь все тонкости, да, все тонкости работы. Сейчас, когда ты находишься, ну, вне такого информационного поля, да, ты просто все эти истории собираешь по чуть-чуть, по капельке, по монеточке и, ну, в рамках своей, там, обычной деятельности и так далее. Ну, вот есть пути развития, просто их нужно увидеть, проглядеть и понять, что такая возможность есть, и на Колуну специалистов можно привлекать, начиная от студентов, заканчивая кадрами. Для этого нужна, как минимум, программа для того, чтобы реализовать подобные, подобные инициативы. Ну, соответственно, не только предприятие, да, должно, там, вкладывать свои денежные средства, это привлечение, и существует, я уверен, что существуют социальные программы по привлечению кадров, ну, только просто мы о них не знаем, или те люди, которые взяли на себя ответственность по тому, чтобы привлекать жителей, ну, людей на Колуну, просто не справляются с задачей, и нужно ее простимулировать. Вот так вот. Юрий Иванович, вам есть что-то задавайте? Да, конечно. Здравствуйте, уважаемые зрители, избиратели. Я, прежде всего, хотел бы представиться, да, еще раз напомнить, что я тоже являюсь кандидатом в депутаты по 14-му адамдатному избирательному округу, поселок Сокол, Снежная долина и Уптар. Я являюсь членом партии ЛДПР, как вы уже поняли, член курсовета ЛДПР, председатель Магаданского пригородного городского отделения партии, еще у меня большая общественная нагрузка, кроме всего прочего. Я являюсь помощником депутата городского дома, помощником депутата Государственной думы, членом общественного совета по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Магаданской области. Я являюсь заместителем председателем общественного совета при государственной жилищной инспекции Магаданской области. И еще являюсь сотрудником регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Канадской области. То есть я постоянно в курсе всех проблем, насущных вопросов, которые у нас сейчас стоят. Вот в частности, о чем говорил Николай Михайлович по поводу кадров. Что касается, например, поселка Сокол, я тоже могу привести примеры в собственной практике. Так как занимаюсь ремонтно-строительными работами уже больше 20 лет, работая лет 10 назад на Соколе, познакомился с одной семьей. И что-то мы разговаривали, в принципе, Сокол-то очень приятный поселок. То есть там прекрасная природа, воздух. Это не город, конечно, однозначно. И вот мы разговаривали, о чем? Я говорю, как здесь живется? Такие общие житейские вопросы поднимали. И мне рассказали интересную историю, что мы вообще уезжали с трассы на материк. И восстановились в аэропорту. Ну и рейс задержали, пошли погулять просто по поселку. И настолько нам он понравился, что мы просто собрали вещи, сдали билеты. И, значит, там приобрели жилье. Но деньги были, продали там, не важно. В общем, остались жить в поселке. И уже много лет живут и не жалеют, что там остались. Вот. Но, к сожалению, да, ситуация такая, что есть, есть. И очень много еще нужно сделать, предстоит сделать. Вы все это прекрасно видим. Потому что, как я уже говорил в прошлых наших дебатах, прежде всего любой человек, приезжающий, допустим, пусть по программе привлечения кадров, или там студент кто-то приехал с трассы, кто-то приезжает, прежде всего он видит фасад этих поселков. Да, это Сокол. Естественно, это Старый Уптар. Ну, Новый Уптар, просто его не очень видно с дороги. Хотя там тоже масса вопросов есть. Вот. Поэтому, что касается вот этого вопроса по, например, кадрам. Жириновский вообще, вот, начиная со студенчества. То есть, вот, смысл какой всего этого? Чтобы молодежь здесь оставалась, да, работала, хотя бы наша училась, создавала семьи и оставалась здесь на местах. Это первое. И второе, привлекать кадры для работы с других регионов. Ну, чтобы это сделать, нужно соблюдать уже четко пункты тех программ, которые уже запущены государством. Но, к сожалению, вот я в меру своей деятельности сталкиваюсь регулярно с обращениями людей, которые попадают под пресс нашей бюрократической системы. И те обязательства, которые берут на себя муниципальные предприятия, предприятия, да, государственные, принимая людей на работу, они, к сожалению, не выполняются. В основном так остается, конечно, жилья. То есть, люди манят сюда с сочными, румяными калачами, они сюда приезжают, и плавно этот жест превращается в, видите, фигуру из трех пальцев, так ненавязчиво. То есть, обещали одно, на деле получается совсем другое. Это номер не единичный, ну, к счастью, и не массовый, но такое сплошь и рядом есть. Что касается, например, студенчества, я хочу сказать, что, например, Жириновский, конкретно партия ЛДПР, не раз, у него много было пунктов по поводу вот того, что сделать хорошего, например, для студенчества. Конкретно, вот из последних законопроектов, которые выдвигал ЛДПР, которые были, как всегда, отклонены, потому что у нас большинство Думское и правительство это все отметает, то есть все, что для людей, это нам не надо. У нас правительство занимается своими интересами, обслуживанием интересов в кучке олигархов, это всем уже известно, всем понятно. Последние выборы это показали, то есть, отвлекусь буквально на минутку. Выборы прошли президентские, потому что я был доверенным лицом Жириновского на мартовских выборах. Все, что я говорил, то, что говорил, точнее, Жириновский, в принципе, все тоже произошло. Ну, единственное, мы не могли предвидеть такого широкого шага с пенсионной реформой. Это, конечно, вот, значит, возвращаясь к теме разговора. Был такой хороший пункт, я считаю. Первое, отмена ЕГЭ, отмена ЕГЭ. Ну, это не значит, что надо расслабляться. То есть, принимают в ВУЗы всех студентов, но после первого курса жесткий отбор. То есть, Лентяев, Тунеядцев, те, кто не хочет, отчисляют. Это однозначно. Это раз. Второе, обучение должно быть бесплатное, вернуться к бесплатному обучению, так как это было вот еще во время. То есть, количество бюджетных мест должно быть, в принципе, 100%, грубо говоря. И второе, по поводу стипендий. Стипендий и платы за общежитие. То есть, был такой конкретный законопроект, где мы предлагали ввести плату за общежитие, более 5% от стипендий. Ну, чтобы люди могли учиться, студенты, они думали, чтобы им покушать и так далее, чем за общагу заплатить. Ну, это, конечно, все отклонили, и закон даже не был принят к чтению. Вот. Еще хотелось бы сказать вот, что по поводу кадров. Я уже говорил, что кадровая политика у нас ведется не совсем корректно, в том плане, что людей приглашают работать в область, в город. Они приезжают в учреждения. И после этого, еще раз напомню, что, к сожалению, не все предприятия, организации муниципальные. Я сейчас не говорю, вот как говорил Николай Михайлович, о том, что, например, как частные предприятия, он приглашает какого-то специалиста. Это прекрасно, это здорово, но это немножко не тот профиль. То есть частник, он... У нас время заканчивается на выступлении, поэтому, если можно, вкратце сформулируйте. Вкратце. Ну, вкратце я что хочу сказать. Что ЛДПР всегда выступала и выступает за полное соблюдение мер социальной защиты тех граждан, которые сюда приняты по тем или иным федеральным или муниципальным программам по привлечению кадров из других регионов в полном объеме. У нас, к сожалению, это выполняется не полностью. Так, ну, кадры вопроса, на самом деле, можно также решить, если сделать поселки, допустим, гораздо более благоприятными для жизни, их можно как-то, допустим, улучшить. Вот если в этом плане развивать политику, что можно сделать для поселков в этом плане? Скажу, что вот с технической точки зрения очень такой тяжелый участок у депутата, потому что тут представлены Сокол, Уптар и Снежная долина. Еще там задеты немножко 17-й километр, то есть, катон дорожный и так далее. Он сложен в рамках организационной формы. Я буквально вчера общался с жителями Снежной долины, и вот они говорят, что Сокол, Уптар более-менее охвачен депутатской деятельностью. Хотя, вот когда была встреча с губернатором, депутатский корпус отсутствовал на Соколе, и я был удивлен, что губернатору обозначает проблему, передает главе администрации, а депутатского корпуса просто нету. Ну, либо он занимается. Либо он занимается только после того, как губернатор приехал, на следующий день депутатский корпус появляется и назначает прием, когда он принимает граждан. Конечно, и такой формат не подходит для работы с избирателями, но когда вот еще Снежная долина, а Снежная долина вообще не видит работы депутатского корпуса. По крайней мере, там на Соколе, Уптаре, на него можно достучаться, он принимает, а на Снежной долине тишина и спокойствие в этом плане. Хотя проблемы, что на Снежной долине, что на Соколе, на Уптаре, она одинаковая. Создать комфортные условия для проживания. Поэтому, ну, еще раз повторюсь по поводу главной задачей, которая, ну, посильна депутатскому корпусу Магаданской городской думе, это восстановить уборку придомовой территории, которая выходит за пять метров от жилфонда. Потому что это дорого, потому что это непосильные затраты для жителей, это муниципальная, это федеральная земля, которой распоряжается муниципалитет. Конечно, с Соколом, там, ну, я общаюсь там с избирателями, там есть твоя единица техники, да, которая там в Субтаре приезжает, убирается, да. Но вот на Снежной долине, это вот как раз вот история, когда на последней, ну, последний, кто находится, да, в очереди, и когда вот, ну, вчера мне рассказывали, что зимой они все-таки как партизаны добирались до почты, чтобы получить пенсию. Поэтому тут вопрос, который по силам решить депутатскому корпусу на уровне Магаданской городской думы и восстановить ту несправедливость, которая была подписана постановлением мэрии об отмене уборки этой территории. Ну вот я хотел бы еще по этому вопросу добавить вкратце то, что действительно сделать это все, вот, та часть проблем, которую озвучил коллега, да, допустим, это все на самом деле посильное, это реально, это сделать можно и более того нужно. Я бы еще здесь добавил, здесь же, то есть, что такое вот эти вот кадры, да, чтобы людям здесь было, грубо говоря, приятно жить, они здесь сами хотели оставаться, хотели, да, вот создавать здесь, работать, жить, создавать семьи, там, иметь жилье и так далее, ты никуда отсюда в ближайшие перспективы, в всяком случае, не уезжать. Что ли это нужно, нужно сделать им достойные условия для проживания. Опять-таки, тем же кадрам необходимо сделать условия для реализации собственных каких-то задач, целей, если даже, в конце концов, амбиций. То есть, чтобы человек мог себя молодой особенно реализоваться, как правило, мы сейчас ведем о молодых специалистах, ну, в основном. Пусть даже это будут уже не молодые, а зрелые люди. Значит, должны быть отремонтированные фасады, должны быть чистые дворы, должно быть освещение, должны быть детские площадки, отремонтированные детские площадки, должны быть отреставрированы существующие, созданы новые скверы, то есть места отдыха, да, может быть, можно организовать какие-то новые места отдыха для жителей поселков, обязательно ликвидировать несанкционированные стихийные свалки. Это тоже немаловажная, я считаю, вещь. То есть, это все реально, посильно депутатскому корпусу. Я напоминаю, что это были вторые дебаты в 14-й избирательном округе Магаданской городской думы. С нами был от партии ЛПР Юрий Гусев и самодвижение с Николаем Естином. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин